Ме-Мее-Мее Я посмотрел последнегоGемолчаливого боба БлЯТЬЙ Psalington Это ковно От тебя просто требовалось Нет ме-נть я только за советское кино за советские сериалы за российские поэтому я не знаю что у нас короче дамы и господа всем привет с вами Юрий Хованский Антон Власов сегодня не будет Джей молчали в Бубу, очевидно. Но мы решили посмотреть хиты, так сказать, лучшие моменты фильмов, сериалов нашего детства. Не вашего детства, потому что лучшие моменты вашего детства это наши, блядь, юфторолики, а нашего. Когда мы были пиздуками, что мы видели, смотрели, что нам отложилось в душу, нашу соответствующую подборочку. Надеюсь, что для тех, кто видел все эти бригады, бумер, беспредел, это будет приятной ностальгией. Да, это будет прям реквием по воспоминаниям. А для тех, кто никогда не видел, это будет способом окунуться в культуру, так сказать, ее изучить и распознать для себя. Итак, поехали. Я уже по первому кадру вижу, что начинается все, ни много ни мало, с бригады. С бригады. С бригады. Помните бригаду, блядь? Да, конечно, помню. Вся мужская дружба мерилась тем, насколько вы похожи на космоса, белого, фила, блядь, ёпта, пчелу, накой. Все, все было тогда. Я помню, у меня кореша после того, как там была серия, где они братались кровью, они циркулем растыкали друг другу и перемешали. Побратались? Побратались. Что, они сейчас кореша лучше? Нет, от гепатита умерли, блядь. Да я угораю, нет, конечно. Какой беспредел, блядь, сука, творился. Могли просто люди с мегафоном прийти и кому-то что-то говорили. У нас так все время орали, пацаны, когда кого-то нужно было типа вызвать из-за этого. Э, блядь, слушай, такой-то, такой-то вызывается, блядь, ёпта. Нихуя, вы как в бригаде были? Конечно, блядь. Не, мы просто кричали, Антон! Я вот так вот. Не, так смешнее, блядь. Да, ты должен был еще высунуться. Эй, здорово, братья, блядь. Не, ну так, конечно, я не делал. Я как-то раз, мне чуваки что-то кричали, я об окно реально высунулся. Батя мой шел, он потом поднялся и говорит, что ты как дурак? И закрыл окно. Ты что, блядь? Ты что, как дурак, блядь? Тупы. Ты космос Юрий Шхалмайгоров. За вас послать. Блядь, что это было? Быстро обрезы. Не, ну там просто космос, блядь. Космос очень интеллектуальный был. Да, он посмешно был, что он дурак и наперял на себя хуйню какую-то и ходит. А, космос Юрий Шхалмайгоров вам разъяснит, блядь, ничего. Он не разъяснит, он идиот. А что, он был дурак? В кошку воображаемую стрелял и наркоту долбил, блядь. Конечно, дурак, они все дураки были, блядь. Че это он взял? Это он когда на переговоры с кавказцем поездил. Да, и раньше такое показывали по второму каналу, теперь бы пришлось сразу перед кадрами обменяться. Извините, извините, пожалуйста. Ты че такое показал? А ему все шло с рук. Все. А он теперь, девочки, входит и говорит, что... Всякие свиньи его не пускают в бизнес-класс, блядь, без очереди, блядь. Вот уж космос Юрий Шхалмайгоров в натуре показал нам всем, блядь. Меня нервы. А пчелок, кстати, с ума сошел. Ты в курсе? У него канал на ютубе, он там стихи поет. Да ты че? Классиков, да. Он Майков, который... Он совсем с ума сошел, спился, типа и... Нихуя у людей, да, так... Судя по судьбам вернулась. Один жалуется, что его в бизнес-класс без очередя не пустил. Второй стихи, блядь. Второй сошел с ума, нахуй, абсолютно, блядь. Если хотите, можете найти. Павел Майков, по-моему, зовут Пчелу, блядь. Он сошел с ума, наглухо опустился, блядь. Он выглядит безумцем. Как стальные канаты. Как всегда, вон он кладет. Нихуя, а у него ствол еще есть? А я сейчас не помню этого. Слушай, ну вот... Вот как он... ООООООООН, АОООООН. ФАРАТРАТРАТРАТРАТРSe ? А, НОВОЙ СВИНЬЯ, РЕБЯТА. ФАРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРА. Чё ты в горами был мегром какой-то? О, это Панян. Самый крутой, блять, персонаж в бригаде. Злодей, блять. а у него крутая была рука потом, да дааааааааааааааааааа ...вобще.. всё время такой прям был злобный..Злобный его все ненавидели в моем классе аааааааааааааааа Phw m Council нахуя как вы..бля этот пидарас не мухомор,а как у него былử.. ну я понял..Понял о ком ты говоришь мухомор это был в этих бляд в улицах рабитых фонарей бля он прям такой подлый все время ааааааааа ты теперь вот euuuu хяяяяяяяяй он опять сгивал отク Пойду, типа разговариваю? Я сейчас знаю. Дыши, радуйся. Нет, Володя. Сучий подорох, это ты. Теперь понятно, что тебе из органов турнуть. Вот это вообще больная тема. Вот это вообще больная тема. Вообще больная тема. Ну не, ну конечно, он отыгрывал по полной. Вот это молодец, конечно. Вот что не скажешь, что у кастер хороший. Только на злодея держался по сути, бля. Скажи, я же работал как Папа Карла. Скажи, Папа Карла. У меня такой дед говорил все время. У них все они сейчас с Папой Карла сравнивали. А вообще Папа Карла много работает? Никто не сравнивался с Джузеппе с сизым носом, бля. А дурака деревянного выстрогал, бля. И все, и кончилась работа вся. Не, но мой муж полено принес. Да ничего, ну долго было ли, бля. Он не особо-то как бы был... Он был трудолюбивым и заботливым. Не, ну это все ясно. Но все не менее, бля. Да, не случился ж. Где, бля, ёпта? Биноккио. Нихуя. Деревянный дурак. Он вообще-то спас всех, бля, ёпта. Нашел этот... Ключик. Ключик камина открыл, бля, и там... Ой, бля, это случайность, это дуо, нахуй. Я бы конечно не хотел быть карабасом, барабасом. Я бы ебал этих кукол. А я бы... Я бы ебал этих кукол. Прямо... Мальвина, иди сюда. А пирог. А пирог, пирог. Пирог, пирог. Пирог пусть смотрит на это все. Мне надо отворачиваться. Ты отвернулся? Нет, смотри. Мы начинаем снова. И Артем он такой... А она говорит, тихо. По собаке. Пиши вот любимые работы. Ты понимаешь? Я теперь вынужден вообще-то с Отребием, Которой я не напишу. Но ты теперь, как самый умный, Будешь работать на меня. Ты так миленький будешь работать, Так старенькая. Пока я не скажу мне снегам, Фарс рубить его. Потому что сейчас за вами. Фарс рубить свой. Ты, бля, ты меня... ОТРЕБИЕ! Мне все больше меня напоминает. Классный персонаж, бля. Прямо вообще всю жизнь только пизды получал. И пиздел. Ни одного... Как бы момента, Где он бы кому-то пизды давал, Только огребал все время. Но пиздел, Прямо не умолкаем. Я тебе Влада объяснил, а? Не, ну прям... А Белый был... Бандиты. Белый всегда был героем таким, Знаешь, у пацанов. Прямо он вообще, блядь, Ему похуй на все, блядь. Он сам по себе, блядь. Смотри, сейчас... Блядь, обрезали самопис... А чё? Где вы... Чувак, ну почему, почему вот сейчас Это звучит как вот... Дико, дико, да. Как цитата из пацанских пабликов. А тогда мы на этом росли, как бы... Ну, а раньше, конечно, да. Я помню, вот со школы приходишь, блядь, Сегодня бригада, вторая серия. Да, 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 да. Ты же садишься там прям... И причём, там был хороший твит, Что начиналась середина с этой бомбы, блядь, ёбта. И ты реально думал, что пчёла, блядь, ёбта, виноват, блядь, или это. И потом только помнишь, как его это, блядь, чуть ли не... Да, я и не так давно... Когда он кровь отдал, блядь, этому, и, блядь, его хотели ёбнуть, а оказалось, блядь, не он. Хорошее было... Блядь, это самый грустный момент bля... А что там? А, да ты не узнал. Не знаю, что но зацепёю. Блядь, аааааааа... ЧОool-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly. Я вот просто нашёл! Обратим, в этот саундтрек, просто, и вон не Ханс Симмер писал, но, как-то, на века блядь эти струнные... Они neben блядь ту-ту-ту-ту-т-ту-ту. Или от нества... А, чё там на дудке, блядь, играют над удочкой. Блядь, шутка и такое, дети, смотري! Вот у нас всё поколение эмоционально ущербное выросло, блядь, это пиздец, нам такую историю показали и так закончили, и всё, мы вообще в людей не веряли с тех пор, блядь. Это у нас величайший актёр в России. Ну, нет, надо сказать, что натурально играл, вот, что не говори, может быть, потом участок был у него, я помню, сразу после бригады, там уже так себе было, блядь. Но всё равно, грустно, да, пизденье, прямо, блядь, вообще, вот вернуться бы в прошлое, и все говорят, Гитлера убить, нет, Макса, пидораться, завалить, блядь, сука, сука, чтобы не смог, блядь, провернуть свои дела, если не падает. Гандал, крыса, ёбаная, блядь, ставь лайк, если бы хотел, бы завалить, блядь, пидорас этого, жри, сука, как его там в конце, блядь, ёпта, это жри, сука. Ооооо, это антикилия! Класс! Я такого, вора не знаю. В двеножки играют, а в это... Да, это Маджонг какой-то ебанный, блять. И вообще в российских тюрьмах был Маджонг. Да хуй, а вот только одного. Одного его и было, блять. Да, очень крутой фо. Сам в него играл, блять. И там его так звали, наверное, Маджонг был. Не слыхал... Адам! Идет уверенная походка еще, да? Как вот почти что этот Макгрегор, блядь Опа Так Такой он Че за базар, ребята? Че у нас тут, блядь, давайте, давайте Ты говоришь Вор в законе И как кличут Колгар Тебя где короновали? Это тот же самый Колган, что Из-за беспредела, блядь Уже подросший Не думаю, думаю, популярная кликуха была Кве? Кто? Москве Москве Писок Гарри Квитла Это авторитетная лора Писок Гарри Квитла Как с ней, оба хуй Сейчас тебя рассмотрим, блядь И штаны впустят Такую хуйню, вот, вы, может, помоложе Вы сами не смотрели, но вы всегда могли ее видеть Когда вы заходили, и батя вас Сколько по МТВ смотрел Вот, типа, блядь, если у вас есть батя, вы могли заходить и думать Че у меня батя Да-да-да Они там, они постоянно разговаривают, о чем-то Да-да-да Давай посмотрим, братом, про Чигу Ты помнишь, Чига, блядь? Да и чувак, типа, зашел в камеру и говорят, ты кто такой? Говорит, я вот это, пел на вокзале, а меня в менты взяли. Он такой, пел, мусора взяли. Так может и мусорам пел? И выебали его. Чигай будем тебя звать. Ему газету на жопу положили. Это шло после школы. Это для второго выпуска. Я сегодня с вами. А там карлик запрыгнул на стол и начал полотенце. Ну-ка, бой давай. И если мы насобираем тут хотя бы 100 тысяч лайков, мы посмотрим, как чигу ебали с газетой на жопе. Газету положили вот так прям. У нас вот так достаточно длинный метод. Нельзя за раз погрузиться в 90-е, Антон. Нужно как бы это, блядь, постепенно, постепенно. Ну хорошо, хорошо. Начинаем с классики. Че я там рисовал? Где зону топтало сколько? По малолетке год оттянул за хулиганку. Оттянул. Чувак, аж за бочистку просто проглотил. За щеку закинул. Год по малолетке. А, вот, блядь, так он нам коронавируется. Семь под Ленинградом. Кого из воров знаешь? Кого из воров? Бесо, гарик, метлу. Тех самых, блядь, называет, пидарас, блядь. Да-да, запомнил только троих. Да-да-да. Это как этот рыжий, блядь, который, которого... Артём Свистунов ментов. Да-да-да, он, блядь, типа... Я вас всех в рот ебал. Пошли вы на это заберите. Это мне не надо... Мне нахуя не надо, блядь. Смотрите себе. Артём Свистунов. Это уже, не, это уже нулевые, блядь, ёпта. Это мы, мы еще доберемся. Артём Свистунов, я думаю, блядь, старше нас сейчас. Артём? Да-да-да. Он, наверное, сидит. Да-да, он, всю свою жизнь. В хату как входит? Зачем мне все это? Приняли как положено. На бульон авторитете. Всех знаю, все меня знают. Всех знаю, все меня, а мы тебя не знаем. Просто так говорить, все меня знают. А мы нет. Вот ты говоришь, все, но не все, да. Кто тебя знает? Кто тебя знает? Как ты думаешь, зону на себя брать? Через волю все устрою. И голодовку по всему краю объедешь. И зону на бунт поднимешь. Так, вообще, просто... Нихуя? По центральному телевидению показывали, прям, не то, что... Как решаются дела. Полу-уголовную романтику, а прям уголовную, блядь. А как вообще, вот, ну, я не знаю, там, какой-нибудь офицер полиции приходит домой, включая телевизор, там. И такой он только такой смотрит, он такой, заебеть. -"Как это это сделаешь? -"Через вольта". -"А?" -"А-а-а-а-а-а-а-а-аydi Microierte我就 Плюнул! "'Тут всех живут, бля-а-а-а-а... -"Плевать в хате нельзя. -"Это плевок на весь..." -"Уклад в воровской жизни. -"Уколосий в вокруг, в бакланах". БАКЛАН! Бля, он такой... А он такой... БАКЛАН! Бал, 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 Бл. Я в БАКЛАН! БАКЛАН Бое, мне стул порожи. А ты в... Вот ты в... А зачем он плюнул-то, действительно? А он... Пацанная утка, БЛБ, потому, что, нахуй, он не знал, что так нельзя, БЛЛБ. Да и в обычном доме плевать нельзя, БЛБ. Это не в каком нельзя. Зачем ты плюнул, Диод? Везде ебальник сломают, если ты дабл-харкаешься. Да где угодно, ты в пятёрочку заходишь, тоже хоркаешься на пол, да где угодно, даже в подъезде нельзя. Пятёрочки быстрее всего, ёблот сломают. Люди проглотить свои, блядь. Чё за базар? Чё за базар? Это не вор, это пицца. Кстати, я его коронавал. Апельсин это, чтобы вам, справочка такая, человек, который купил воровской титул, блядь, ёпта. Сука, скажем так, блядь. А сколько стоит? Ты серьёзно? Я не знаю... У нас сейчас в Уголовном кодексе статья за занятие высшей должностью в преступной иерархии, и ты... ЧЕГОО? Да просто за то, что ты... Да скок, ты кто. А я... я купил, не настоящая. А ты чё, блядь, бритя? ОААААААААААААААААААААААААА АПЕСИ ЧТОЛИ? Ну раз апельсин, ёу. ТАПИ! Пошёл ты нах** В печаль уходишь Дайте ему ведро и тряпку Дайте ему Прям чувак дайте ему ведро и тряпку Ведро и тряпку ему Пускай пора уже чистить Да и есть шестёрка Откажешься Будешь ночевать в петушином кубке Вот так Ты у нас уже шестёрка А если чё Будешь в петушином кубке Петухом будешь блять Чем тебе больше? Шнырём больше нравится быть Или петухом блять Выбирай шнырём Я бы сразу сказал Шнырём Да ну уж ладно помыть там блять Да это не ебаться В жопу никто блять не вымя Это прикольно Похуй домою как нибудь Такое знаешь Худшее ли что меня могло ждать в тюрьме Это типа вот просто пол помыть Блять А говорили будет страшно? Или я мог сказать не буду и меня в жопу поебали до выхода Блять Наверно это хуже Всего то Нихуя Нихуя себе блять Блять конечно драки в 90х снимали Звуки такие как будто с Джеки Чана фильмов блять спит Бух Просто чувак как будто в гараж на огонь с разгоном Но зато слышно прямо как бьётся Чё? Ооо Ё будет Твою Апельсин Куда тебе его засунуть? И чё? Да. А. Звать мы его Будемо. Плевок. Бля, я так запомнил эту хуйню, что Харчок был, блядь. Плевок! Звать мы его Будем Харчок, а оказывается Плевок, блядь. Да, да скучно... А какая разница-то? Не, ну Харчок обиднее, блядь. Не, Плевок. Я думаю... О, опустят ж, наверное, потом... Конечно. Я думаю, это, наверное, Прэхо, конечно, блядь, А, verst Unfortunately, блядь! Не, по-моему, в этом фильме нет, блядь. Первый антикиллер, вроде как. Прикольный фильм был, кстати. Вот 2-й антикиллер оооооооооооооокое изобретение нашего народу это не просто крепкий напиток я все время когда это,блять, а где то пью в бане я такой,нууу за рыбалку,блять Представляешь себя,да? да 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 вот булдаков был великий человек,блять ёпта он прям,ну не был, он и есть но был пока он снимался, не в говне, типа день рождения прокурора,блять, или как там юбилей прокурора, блядь. Я помню, у них прикольная была реклама Равиоли, когда это Рашпельмени. Равиоли. Рашпельмени. А в 90-е вообще все снимались, где попало, и никто не считал рекламу зашкварной. Жаль, что сейчас не тем рекламу, блядь. Это национальность. Я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. Ну и естественно, если потреблять этот напиток, соответствующий культурой. Они просто обрезали речи. Водка, соответствующий культурой. Еще как много водки. Из Кузьмича. А Кузьмича несут пьяного. Тебе сколько просили? Сколько заказывали, сколько ты ешь. Тринадцатый кордон. Я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею. Блядь, такие, блядь. О, вот это сапись беждая. Ты куда? Кузьмич. А ты куда, блядь? Бать. Блядь, один же отрывок. Да, 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 они его это, накачали с натворным. Цела. А что они ждали, когда бак выкатывает он? Они что, вообще? Может, там полфильма ездил? Какие хуя, как-то они умудрились снять фильм. Вот просто про залупу какой-то летней рыбалки, и все равно смешно в каждом моменте, блядь. Лейте водку, блядь. А, водкой. Лейте водку, блядь. Красково жалко. А это там был продать плейсмент, я помню, там везде была водка урожай, блядь, и эти, нахуй. Они вертолетом скидывали. Да ты что, это же водка! Ты чёрт! Лейте водку, блядь. А мне кажется, даже водка не игра, а действительно возмущение вот самого даже Кузьмича. Не будем, блядь, это настоящая водка. Это водка! Рёбок! Подожди. Хороший бы из меня Кузьмич получил, или булдаком, блядь, ёптуда. А хуй знает. Надо ремейки снимать, Юлик точно будет вот этим человеком, блядь. Что у тебя? На водке работаем! На черниках с усами, блядь. Похож. Лёва, лучше без водки на воле, чем с водкой в тюрьме! Довейте в Ю! Чё, Лёва? А это не с границы уходят? Хочу без водки на воле, чем с водкой в тюрьме! А в тюрьме её не будет тогда. Вот так! Кузьмич злой такой, бля, водку заливай. Сразу дверь льёт. Хаа! Пошла, дорогие мои! Хуя! А все эти хуйня, где их? Да-да-да-да! Этого человека просили тебя. Вот из всех фильмов, это самые позитивные, что тут показывали, вот прям, особенность национальной рыбалки, особенность национальной охоты. Они прям... В них нету, вот, момента, где расстроятся, блядь. И в зимний период тоже интересно. Добрые такие, а я сегодня с национальной бани, блядь, пол порнуха, блядь Ой, я уже это не смотрел, я вот смотрел только старые А этот не спрыгнул, так остался там сидеть, его с в Россию тащат А там потом это О! Кто, кто Финн? Он Финн Самое главное Давно у меня такой рыбалки не было Давно у нас такой рыбалки не было Да Ты помнишь? Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооу Курк пурк pfilm Прик пурк п sushi ДАЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЖДУ Щас будет,это, лексинг у меня будет Этот, блядь ЭТО Могол.. м можно Яблат! Хехе Не, это кстати Олег Гормач, по-моему,ли который... Да,да,да,да мне про него Черников рассказывал, он настолько крутой Если вы не знаете кто это Вот Черников как-то был в капелле Санкт-Петербурга И там сидит Гармаш в первом ряду И в капелле нельзя пить и курить А ему приносят сигары Нихуя Там стряхивают И ему подают вискаль Все это он сидит вот так вот Я желаю вам всем в жизни быть как Олег Гармаш Не Олег, как его зовут-то Ну как Гармаш, короче У него фамилия, не помню как Вот он прям вообще, он от жизни получил все Ну он хороший был акцент Вы можете только мечтать, чтобы вы пришли в капеллу на первый ряд И вам сигу прикуривали, бля В пепельнице стоял додик какой-нибудь Вы туда стряхивали, блядь А вот он, да, тут в беспределе Пидрачкуси Ну что, бараны Пидрачкастый вам лапшу на уши вешал Решили власть переменить? Блядь Плевотирай Этот сегмент не будет смыслым И мы будем просто повторять слова Соревноваться в том, кто из нас лучше знает, блядь, ёпта эту сцену Но она прям такая культовая, блядь Она прямо... И так сок ли вытирать? И так... Или так А вот пусть Петровск И я его к себе забирает Мой пепельнер! Принимает пополнение! Принимайте пополнение! Он даже на вы к петуху Принимаете пополнение! А мы к двоём пришли! С артенами. Образованный революционер. Смотрите, блядь, он даже сейчас в грильзах уже ходил, ну в то время. Когда модно стало, когда это, блядь. Моргеншлерн сосёт у пистона, блядь. Ура, смотрите, пистон первый прям был. А вы теперь, ой, Егор и Криды грилзы? Нет. У пистона, блядь. Вот, блядь. Этот фильм, кстати, когда его первый раз смотришь, он страшный. Очень, блядь, потом очень смешной. Он смешным становится со второго раза. Смотрите. Где же его? Милости прошу к нашему шалашу. А мы-то так подражаем петухам прямо. Знаешь, такие прям, очень самая весёлая часть, когда выходят петухи. Я сам к нему пойду. Ты уверен, Калган? Да. Ты хорошо понимал, Калган. Ну, ух, надеешься. Или, может, ты завтра отсюда на рыбок надеешься? Ну, тогда давай, иди. Давай. Давай. Расход, мужики. Расход. Петух такой. С горлом пронит. У тебя к ужаснику. С горлом точно смеётся, блядь. У него даже горло пронит, да. Жёсткая сцена. Там ещё... Блядь, обрезан. А чё? Там ещё филтлист повесился. Тогда его пошли снимать. Ну... ВИТЯ! За такое, видимо, на Ютубе блочит уже, знаешь, типа повешение. Ну... Хуй объяснишь, что это фильм, блядь, ёптопай. Про Мамлюков рассказывал. Пиздец там. Вот интересно было людям. А марки коллекционировал человек, представляете, да? Вот кто не смотрел фильм... Это, вот, кстати, реальная история, когда Хрущёв при Хрущёве или при Брежневе, не помню, реально арестовали, блядь, как валютчиков, чуваков-филателлистов, блядь, которые марки собирали, блядь. Это на основе реальной истории, что в тюрьму попали люди, которые вообще ничего... Ну, понятное дело, но они как бы были уже, как бы, спекулянты. Ну... Продавали чуть выше... Ну, какая разница, они коллекционировали марки. Так выпьем же, друзья, чтобы никогда, блядь, мы не вернулись во времена, когда вас за марки посадят. Ну, кроме тех марок, которые, типа, ну... Да щас, я думаю, могут посадить и даже без марок себя, блядь. То есть, там щас, как бы, может, тогда ещё и как-то было хоть по закону, блядь. Какая-то очевидная причина, ты продавал дороже, этого нельзя делать, ну да. А щас просто... Грустная ремарка от детей девяностых годов. Мы переходим дальше к жмуркам, блядь. У нас самая весёлая, блядь. Что такое? Я, кстати, большой хейтер Балабанова, но жмурки мне нравятся, потому что жмурки — это постирония. Балабанова над самим собой, он сам же свои методы высмеивает. И вот если брат и брат 2 — это, по-моему, полное говнище, блядь. Чё это вдруг, я не знаю. Ну, потому что это, блядь, ёпта, неприкольная тема. А вот в жмурках он сам выстроенную с собой вселенную высмеивает. И такое я люблю и уважаю. Ну, жмурки, на самом деле, неплохой фильм, но, знаешь, вот всё-таки сейчас его... Баклажан. Сейчас его смотреть уже как-то неинтересно мне было бы. Не, наоборот, интересно, там же Панин. Ты, прикинь, ты смотришь, и ты знаешь, что этому чуваку ногу в жопу совали, блядь. Да, ну... От этого только интерес... Ну, переведи стрелку на другой день! Ну, мы же... Пороть вас надо! А вас топороли! Меня? А вас топороли! А вас топороли! Дюджев, кстати, здесь очень хорошо сыграл, вот, блядь. Он прям комедийный такой дал, но прям лучше, чем в «Бригаде», в плане того, что в «Бригаде» он просто наркомана отмороженного играл, это легко играть, блядь. А тут он прям дал так... Как же? Пороть? А ты думаешь, почему я такой стал, а? А я считаю, что детей пороть нельзя. Вот меня отец тоже порол. А чё хорошего? И я до сих пор очень хочу его убить. Ха-ха-ха! Ну да! Вот сейчас, вот, блядь, уже пошли у нас какие-нибудь десятые, даже двадцатые годы, блядь. Двадцатые? Никогда такое шутки не вставят. И вот просто, чтобы по телеку показывать или это, да. А мне отец порол, поэтому до сих пор хочу его убить. Такие какие-нибудь мединские, типа, да вы ёбанулись! Это что такое? Что? А раньше вообще всем похуй было, типа, такой чувак. Сказал и сказал. Батё, да, я считаю, на этой пароле. Вот меня порол, и я его ёбанул, блядь. И ещё кого-нибудь заодно. А чё он не очутывать никак? Не-е-е. Как бы международного конфликта не вышло. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Такой же ты, Панин, блядь, как бы международного конфликта не вышло, блядь. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Попробуйте на Твиче посмотреть, блядь, этот ролик сразу базирует. Ой, блядь, за всё, за любое слово. Такой, ты к бакалажам, блядь, ты сказал, что он русский. Наврал. Наврал, блядь. У нас остался Бумер. Бумер. Подождите, блядь, тебе бумер нужен. Такая, конечно, история тяжёлую, блядь, про предательство, про дружбу, про это... Вот в отличии от Бригады, она не напряжная такая. Во-первых, потому что он как фильм идёт, а не как, блядь, двенадцатичасовой сериал. Особенно, когда вы узнаёте, что Димон сам, блядь, ёпта, нарвался, блядь, и чуваки... А что ты рассказываешь? Может ты не смотрел, блядь? Я не смотрел? А, кто ты не смотрел? Ну, а что ты, блядь, мог не смотрел? Пора уже, блядь. Может ты хотел всю жизнь посмотреть Бумер, а ты ему тут рассказываешь? Да спойлерил, пидор, блядь. Да-да-да. Баба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! А помнишь у всех на мобилках стояла эта хуета?! У всех, блядь, просто сидел на уроке, у кого-то звонил Бумер,, и непонятно, у кого угодно он мог договориться. Да-да. Даже полифонии даже не было еще просто. Нет, была полифонии... Не, у нас еще полифонии даже не было Монофонии это хуйня! Она была в первый год буквально а потом сразу Ну, в таком примере, на Ноких было Так идея ведь бандитов всяких, пидорасов У них сразу полифония была У нас не было survival Прямо да! Воруют! Ну, я думаю, сейчас так Бэмбо не угонишь, блядь. Сейчас? Ну, я просто взял какой-то гаечный ключ, приложил, отвернул замок. А сейчас еще проще угнать. Просто сидишь в соседней машине с кодграбером, чувак уходит такой, а, мне ничего не надо нажимать, машина сама захлопнется по удалению с ключом. И вот, когда, типа, машина считывает, что чувак на дальнем расстареет машину, он просто считывает, вот такой. Ну, про это бы такая история не получилась, что просто какой-то пипец. Умок, умоку угнали. Машина. ДИМО! Блядь, че? Это же вообще, Юра, прямо мы сейчас находимся, друзья. Если бы наш реакт был бы Эверестом, мы бы поднялись на самую вершину и поставили бы там флаг. Представьте, что это я, блядь, с каким-нибудь юликом, Антон уезжает, и я такой, не Димон, а. Антон! Антон! Блядь, это, это кульминационная сцена, на самом деле. Сейчас такого уже не делают, блядь. Если бы лохи, ебаные, то проясню, они ограбили, блядь, этот компьютерный магазин или че там это, блядь. А Димон, пидарас, который всех подставил по нас. То есть вы могли, вы могли слышать мемы, Димон, Димон, и вы думали, что Димон хороший человек. А нет, блядь. Димон, ты оказался... Димон гнида ебаная, блядь. Да, да щас, посмотрите-ка, что он щас делает, блядь. Ты не решала... Да-да-да, потом... Ау! Сука, блядь, и что это такое? Всё, блядь! Ебаные ворота! Ебать, а какие кадры! Сейчас даже в российском кино так не делают, блядь. Понятно, что три пирпатрона, блядь, ебта, на спине, но... Но... Но тем не менее... Но вот ты видишь прямо, блядь, ебта! Мус... Мусора убил! Всё, блядь, теперь пиздец. Вот это кино, да, вот. Ну, первая часть неинтересная вообще, первая половина типа, блядь, а вторая часть, вот когда уже после середины, когда развязывается, что этот Димон пидорас, блядь, и всех, вот тогда начинается интересная коня. Гребен и там встал, урод! Обзорожу я! Да не, это пиздёж, не бывает такого у бумеров. БМВ! Запомните раз и навсегда! БМВ! Это Жириновский так выходил из своей машины. Другой не знаю! БМВ! Это пиздёж, всё, блядь! Заводите на патруль Милиссой, нужна помощь! Всё, это конец. Не всё, хана! И этому чуваку хана. Так 90-е и были, вы делали, блядь, бизнес с чуваком, которому доверяли, а потом просто вот... А потом он вот, смотрите, куда уехал, съебался! Ну что, друзья? Жёсткая хуйня у нас была. Жесть, жесть была, где-то было смешно, а где-то было... Страшно, блядь, ёпта, ну я думаю, что вы сможете извлечь из этого какие-то уроки, пацаны, типа... Надо уважать корешей, блядь. Уважать, держать слово. Держать своё слово, блядь. 90-е и не 90-е, а падлы никто не отменял, не будьте... Дружбой дорожить, потому что... Падлые, блядь. Все фильмы в 90-е были про одно и то же, блядь, про то, что надо, блядь, братву уважать, блядь. Теперь уже про всё хуйню, про куколдизм, блядь. Да-да-да. Да, поэтому, друзья, вы, самое главное, если на вас произвело впечатление наш обзор, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Если мы соберём 100 тысяч лайков, мы сделаем вторую часть, блядь, найдём... Чё ты там говорил, блядь? da-да, как мы... ...газету на жопу... да да-да, как чувака поющего вылюбнут на зоне... Но, где ещё вы можете увидеть эстетику 90-х, тыкать на канале Антона в новом выпуске Решалы. А! Переходите туда, обязательно, блядь, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, бля, Антона. Спасибо. Жёстко ставь, я думаю, будет веселее, честно говоря, после просмотра. Я думал, а на самом деле весёлого-то в 90-ох ты была только рыба. Как оказалось, а всё остальное людей убивали и ебашили, блядь, ёпта, поэтому радуйтесь миру, в котором вы живёте, блядь, ёпта, радуйтесь каналам, на которые вы подписаны. А на сегодня всё, с вами были Антон Ласов и Юрий Хавановский. Всего вам доброго и до новых встреч.